Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал «Ваше общественное телевидение». В эфире программа «Честь имею» и я ее ведущий Алексей Краев. В недалеком прошлом мне довелось начинать свою офицерскую службу в городе Архангельске, на севере нашей матушки России. И вот спустя уже много-много лет после этого судьба забросила меня в небольшой городок, поселок, рабочий поселок с красивым названием Северо-Онежск в Архангельской области. И сегодня я с большим удовольствием представляю вам гостя, который приехал из этого рабочего поселка Северо-Онежск, токаря-универсала Константина Круглова. Костя, здравствуй! Приветствую! Добрый вечер, дорогие друзья! С приездом тебя в наш славный Питер! Первый раз в Петербурге! Да, ну я был здесь проездом в 1982 году, когда возвращался из армии самолетом. Больше не довелось. Ну, то есть в армии ты служил, наш человек. То есть в формате нашей программы, будем так говорить. Ну вот, Костя, ну, судя по названию, тоже понимаю, что обязательно вопрос будет и о твоей армейской службе. Ну, начну вот все-таки с вашего поселка, вот Северо-Онежск. Такое красивое название у вас, река там, да, Онега? Да. Отсюда название пошло, вот, в Онеге. Я когда приехал, не помню, там, в 2007 году были у вас. В 2007? Да. Значит, мне бросилась в глаза аббревиатура там на всяких, на рекламных этих надписях, счетах и так далее. Был день Металлурга, значит, СОБР. Я еще так это удивился. Причем тут специальный отдел быстрого реагирования и ваш рабочий поселок. Вот расскажите ли зрителям, что за СОБР у вас в Северо-Онежске? На самом деле, что это такое? На самом деле, это Северо-Онежский бокситовый рудник. Ну, как его называют? Рудник. Рудник, рудник, кто как называет. В принципе, ошибки нет в этом. Он занимается добычей бокситов, из которых производится алюминий. И по всей России, по странам СНГ везде распределяется. Ну, я тоже вот слышал, что рудник и рудник, кто как называет. Это, наверное, как у моряков. Все называют компасом, а моряки компас. Так и у вас там такой сленг, сленг Северо-Онежский. Понятно. Население большое у вас? Ну, 6 тысяч. 6, да? Ну, в принципе... До города не дотягиваете? Нет, у нас поселок городского типа. Ну, как рабочий поселок. То есть, у вас вот этот рудник бокситовый, он является градообразующим предприятием? Больше никакой там промышленности? Нет, есть еще это УФСИН. Это что? Ну, Федеральная служба исполнения наказаний. А, то есть, у вас там еще и заключенные. Ну, это же Северо. Бухобок трудится, да. Наверное, нет городов, где бы не было зон. Ну, что делать? Увы, криминальная структура нашей страны, к сожалению, печальна. Да, приходится много иметь таких вот посиделок для нарушителей нашего закона, порядка. Вот хотелось бы, чтобы их было поменьше. Ну, а теперь давай коснемся, ты коротко о себе, там и родился в этом Северонежске, или где-то в другом месте, как кто попал? Ну, место рождения у меня город Москва, улица Арбат. Опаньки. Староконюшный переулок. Я там прожил большую часть жизни до 80-го года. Потом служба в армии. Ну, до армии я учился на заводе Лихачева. Потом закончил там, получил специальность токарь-универсала. Вышел с повышенным разрядом. Ну, в 80-м году призвался в армию. Служил в ГСВГ, группа советских войск Германии. В Германии. Кем, что за войска? Артиллерийские войска. Артполк. А кем ты там? У меня называлась... Сначала специальность была старший дальномерщик. Ну, потом замком взвода. Я закончил службу замком взвода. Пушки какие-то были? Нет, у нас два дивизиона самоходных и третья дивизионно-реактивные. А, то есть уже серьезные орудия. Необычные там, тащить снаряд, да? Нет, 130-мм гаубицы у нас были самоходные. Понятно. Служил сколько? Два года? Все как положено, да? Как считаешь, сейчас год достаточно, чтобы подготовить солдата в запасе? По мнению. Судя по тому, вот как идут передачи, что компьютеризированы все и танки, и самоходки, ну, мне кажется, маловато все-таки. Все-таки маловато. Два года как раз вот получается тот срок, когда человек успевает сформироваться. Все-таки нарабатывается дисциплина, ответственность за это время. А за год они пришли в армию, а как-нибудь и уходят. Но тебе служба в армии дала что-то в жизни? Очень много. Там как раз был такой период, когда была война в Афганистане, 79-го года. Я призвался в 80-м. Он тоже писал рапорт, чтобы уйти туда. Ну, а вовремя меня отговорили, оставили, сказали, нам тут нужно. Я, в принципе, разведчиком там еще служил. Он назывался передвижной разведывательный пункт. Артиллерийская разведка. Вот. Ну, то есть от Афганистана тебя судьба отвела. Отвела. Ну, может, оно и к лучшему. Ну, служа в той армии, конечно, воспоминания мне только хорошие остаются. Порядок, дисциплина, снабжение нормально было, да, в Германии? Ну, многие, кто служил в Германии, в общем-то, довольны этой службой. Все-таки там даже, по-моему, получше было, чем у нас в России, матушки, служить. Ясненько. Ну, и дальше отслужил ты армию. Отслужила армия, и вот судьба так распорядилась, что вот с 85-го года я живу вот в Пресецком районе. А что тебе туда? Занесут, ты же, москвичу. Все москвичи. Покажи мне сейчас какой-то москвича, скажи, хочешь уехать в какой-нибудь там Северонеск, Плесецк, там, не знаю, в Урюпинске. Нет, я могу... Ты что, больной, что ли? Нет, я могу показать таких людей. Да? Есть такие, да. Брата, я перевез брата в 94-м году из Москвы, младшего, старшего у меня в Москве. Друг вот ко мне приезжает, а сейчас тоже вот на рыбалку поехал туда. Ну, в романтике. Постоянно, он говорит, я с удовольствием пожил бы на Севере, ну, потому что кто понимает это, кто почувствовал, все равно тянет. Как в той песне, если ты полюбишь Север, не разлюбишь никогда. Да, да, это точно. Все-таки большие города – это нервная обстановка, постоянное напряжение, а там полная нирвана, то есть ты отдыхаешь в природе, в гармонии с природой. Так, а для тебя что-то направление было или как? Или это вот почему именно Северонеск, а не какую-нибудь там Рязанскую губернию, или Новосибирск, или все куда-то? Ну, случилось так, что вот произошла ошибка в жизни. Понятно, понятно, не будем тогда, значит. Это дело уточнять, ну, вот, слишком, я как говорится, до тонкости. Это, с одной стороны, это, конечно, очень хороший опыт, и армия сказалась очень много, да, в плане вот дисциплины. То есть люди везде остаются людьми. И там на Рудник устроился, да? Нет, нет. В другом месте? Да, на Руднике я работал с 2000 по 2006 год. А до этого я работал в других организациях там. Понятно. Семья там же приобрел, да, уже женился там, дочка, знаю тебя, взрослая. А скажи, пожалуйста, вот токарь-универсал, такое, ну, довольно-таки сейчас, наверное, редкая профессия, у нас как-то сейчас больше в быту менеджер, там, какие-то еще названия на страны, которые я хотел сейчас выговорить, но потом решил не позориться перед телекамерой, перед телезрителями. А токарь-универсал, вот расскажи, что включает в себя, в чем суть этой профессии? Ну, скажем так, вот по моему личному примеру, да? Я обучался не только на работе на токарных станках, то есть станки токарной группы, плюс фрезерные, шлифовальные, долбежные, строгольные, там, вот это все. То есть поверхностно проходили в жизни, и это, конечно, очень пригодилось. То есть я могу работать и токарем, и фрезеровщиком, и строгольщиком, и зуборезчиком, практически на всех станках. За исключением, конечно, вот станки с ЧПУ, потому что, когда я обучался, там составлялись перфокарты, а сейчас это все делается на компьютере, набираются программы. Немножко другая специфика. Теперь подготовку надо делать, чтобы... И вот отличие, значит, токаря-универсала от простого токаря. Если токаря поставили за станок, дали ему определенную операцию, он этим занимается. Задача токаря-универсала быстро реагировать на изготовление разных деталей, уметь перестраиваться и изготавливать. То есть универсал это не своеобраз, то есть не разрядная какая-то... Нет, нет. То есть, допустим, токарь там первого, второго, третьего, разряда... Нет, ну там же тоже шесть разрядов. Универсала тоже свой разряд. Да я вот поэтому и спросил, я думал, что универсал это типа как высшая степень мастерства. Ну, конечно, вот самое лучшее, вот когда работал я на заводе Лихачева, в цеху у нас работало полторы тысячи человек. Ну, вообще на заводе 70 тысяч работало там раньше. И вот даже токаря шестым разрядом на производстве, они кроме того, чтобы, допустим, проточить полуось с одной стороны, они больше ничего не делают. А мне приходилось даже по своему разряду, то есть оборудование ломалось, мы приходили, заказывали, нужно было это все быстро делать. То есть разноплановая работа такая, ну, очень творческая. То есть это на ЗИЛе, да, ну, фактически занимались там автомобильной все эти продукции, то, что касается. Если сейчас тебе дать там блок цилиндров, копейки какой-нибудь, сказать, расточить цилиндр, без вопросов. Вообще без вопросов. Технике я отношения имею от и до, потому что я тоже в свое время работал в автосервисе, успевал за месяц перебирать по пять двигателей, начиная с расточки блоков, шлифовка коленбала, все это. Даже обкатка холодного двигателя на токарном установке. Интересно. Хорошо бы, если бы у нас сейчас снова возродился интерес к таким профессиям, потому что действительно смотришь, молодежь как-то все больше идет. Вот торговлю там где-то что-нибудь перепродать, перекупить там и так далее. Жалко то, что вот некому передавать опыт. Молодежь не идет. Можно было бы что-то рассказать, показать. Молодежь не заинтересована. Хотя, с другой стороны, когда я учился, тоже маленькие проценты оставались работать по профессии. Все уходили в другие. Ну, а причина в чем? Торплата низкая. Да, да. Скажем так, и отношение руководителей к рабочему классу немножко другое. Пролетариат где-то там внизу, да? Хотя, на самом деле, тут еще надо разобраться, кто кого кормит. Ну, это да, это согласен. Не знаю, у меня отец всю жизнь шахтером проработал, подземным электрослесарем. И, в общем-то, я нисколько хуже себя в жизни не чувствую. Наоборот, горжусь его профессией, его работой. Скажи, вот, в поселке вашем, как народ живет там? Ну, работы нет, как и по всей России. Основной работы нет. Поэтому сейчас, пока есть заказы на космодроме, в Лисецке, в Мирном, все ездят на работу туда. И не только наш поселок, а еще крупнее нас, Савинский, там 9 тысяч населения. Тоже практически весь поселок работает там. Понятно. А досуг? Ну, как такового вообще нет. Вот, я почему задал вопрос. Буквально недавно, значит, в новостях, в средствах с массовой информацией, такую, значит, новость сообщили, что наш уважаемый в прошлом кандидат президента, бизнесмен Михаил Прохоров, значит, вложил в Америке в какой-то стадион, не буду сейчас точно врать, что-то там, то ли миллиард долларов, чтобы этот долгострой, значит, ввести в действие. Там какая-то баскетбольная команда угасающая, решил ее, значит, возродить. И в том числе, значит, российских туда баскетболистов потом в итоге перетаскивать, ну, готовить высшие квалификации спортсменов по баскетболу. Вот, твое отношение к данной ситуации, неужели нельзя было вложить в какие-то стадионы в России такие деньги? Ну, значит, вот, по своему опыту, что могу сказать? Значит, пока жил в Москве, учился и работал, да, у меня прошла хорошая школа. Вот я с детских лет занимался всем. То есть кружков было очень много. И авиамодельный, и танцевальный, никаких только не было. И художественной самодеятельности, и музыкальный. Начинал я вообще с пяти лет на балалайке. Сейчас постепенно это все возвращается, хочется по новой это все. Вот, то есть разнообразия вот этого раньше было намного больше. А что касается вот сейчас, вот как вот, вот последние 25 лет, вот как я с ансамблем работаю, работал, посещая весь Плесецкий район, Архангельскую область, и, конечно, очень много талантливых у нас не только взрослых, но и детей. Огромное количество. Просто нету спонсоров, кто бы этим занялся. А вкладывать в чужих, ну, я не вижу смысла. Надо своих очень много талантов, очень. Надо просто как-то определять. Ну, сейчас, наверное, избирательная кампания позади, поэтому, что хочу, то и ворочу. Ну, да. Пройдет шесть лет, когда снова там начнет что-нибудь, может быть, здесь нам вкладывать. Жалко будет потерянного времени, потому что те, которые горят сейчас желанием, у которых глаза горят, они хотят. А когда после этого этапа все прекращается, нету движения, люди просто угасают. Очень много таких примеров. Вот из музыкальной школы, которая у нас в Северонежске, у нас вот только, ну, вот на моей памяти так два человека. Вот один лауреат у нас, девчонка Ленина, она выезжала тоже в Болгарию, занимала там призовые места по фортепиано. И вот Антон Заколупин, она сейчас учится в Петрозаводской консерватории. Ну, он закончил по классу аккордеона, музыкальную школу, Архангельский колледж, и поступил уже по классу бас-гитары. Вот так ему захотелось в Петрозаводской консерватории. Ну, вот так вот есть, конечно, отдельные личности, а так очень много народников, очень много. Вот девчонки есть молодые в таких глухих поселках, но такие голоса – это что-то. Ну, вот я смотрю, тебя все в разговоре тянет к музыке, к музыке, к музыке. Давай, давай перейдем к музыке. Я так понял, это твое основное увлечение. Да. Вот, не только, как говорится, блоки цилиндров растачивать где-то, левые заказы делать. Ну, началось у меня, конечно, все с детского сада, когда первый раз я исполнил песню «По морям, по волнам». Может, помнишь, такая была? Менче тут, завтра там. Да, вот это вот с детского сада. Потом, значит, в 68-м, по-моему, году мы выезжали каждое лето в пионерские лагеря, и мы с братом, со старшим, пели «Березовый сок» на гармонии. Потом, значит, уже учащий в училище, в 74-м научился играть на гитаре, и в 77-м, 78-м начал уже работать с ансамблями. То есть одновременно сразу... На гитаре сам учился или где-то какой-то что-то сам? Да, это сам. Ну, у меня еще в 4-м классе я, значит, полтора года учился по классу трубы в музыкальной школе. Какое-то время еще потом младшего брата зацепил, мы ходили заниматься еще на волторне. То есть надо было все попробовать. Очень интересно. А вот в 79-м, 80-м, 78-м, 79-м, 80-м год, вот как раз перед Олимпиадой, сразу в двух коллективах работал. В одном, значит, на бас-гитаре, а в другом на ритм-гитаре. Ну, тоже готовили свои песни, выступали в ДКЗ на конкурсах. Очень помогло, конечно, знакомство с Виталием Набережным, оркестр джазовый, там вот он тогда базировался в ДКЗ. Очень хорошо там, ну, было с чего опыт перенимать. То есть с московскими своими друзьями, товарищами до сих пор связь поддерживаешь? Потом, да, потом вот у нас очень хорошо был мастер производственного обучения, и он же руководитель коллектива. У нас вот, у нас юность назывался, ансамбль. Тоже где только не выезжали, по разным местам катались. Ну и потом вот на севере с 86-го года мы тоже создали коллектив. Пока была помощь от элеспромхоза, там покупали аппаратуру, тоже выступали везде. А вот в 2003 году уже, наверное, да, так как обеспечения-то не было нигде, но решили своими силами пройтись по спонсорам. То есть лес весь вырубили? Да. Ну и так потихоньку, потихоньку стали опять по новой развиваться. Ну, заметили, СОБР нас заметил, Севернический бакситовый рудник тоже внес свою лепту, вложил тоже деньги, мы купили аппаратуру, потом помог записать диск. Эта инициатива была, конечно, СОБРа, за что очень благодарны. Надо было как-то попробовать все-таки. Очень понравилось. Ездили на месяц в Москву и записали диск. В Москве писали. И сейчас продолжаю заниматься музыкой. Вот в 2008 году очень интересная ситуация получилась. Мы с женой пошли на концерт Северного хора. Он к нам приезжал. Из Архангельска. Да, Северно-Академический. И перед концертом мне попалась на глаза книга «Искусство народного пения». Автор Мешко, бывший руководитель Северного хора. Она потом его в Грессинке преподавала. И эту книгу я прочитал «Дадер». Зачитал. И она меня сподвигла заняться вплотную вокалом. Ну, в последнее время занимаюсь вокалом. Вот партнерша у меня тоже появилась. Так работаем вдвоем. А ансамбль ваш сейчас вы уже вместе не... Вместе не работаем, но они тоже развиваются сами по себе. Я знаю, что вы часто гастролировали по чуть ли не области там. Или только по Плесецкому району, да. И спрос довольно-таки на вас был, насколько помню, хороший. Хороший. Сам есть какие-то интересные более моменты, где интересные... Есть. Значит, в 2008 году неожиданно так позвонили. А вы можете приехать на День военно-морского флота поздравить? Ага. Ну, конечно, мы можем. Все, договорились. Я своим ребятам говорю, давайте купим всем тельняшки. Брюки-клес у нас были пошиты, все. Но нашли только одну бескозырку. И мы туда приехали и выступали на барже. Поставили аппаратуру. Это где? Это в Кинозерии, в Кинозерском парке, в Вершинино. Такие есть хорошие моменты. Ездили мы в Малые Карелы, там работали тоже, выступали. Ну, здесь опроведник под открытым небом, помню, бывал. Красивое место. А первый раз мы вот ездили в Архангельск в 87-м году. Мы заняли второе место в Плесецкому району с коллективом. У нас тогда назывался «Фейерверк». Там был 87-й год. И ездили туда вместе еще с одним коллективом. Раньше коллективов много было. У нас более 30, наверное, было в Плесецком районе. А сейчас практически один коллектив, два осталось. То есть народ отдыхает за бутылочкой пивка, водочки. А заниматься негде и нечем, да? Не предоставляют просто никакой альтернативы. Ну, есть, конечно, вот занимается, молодежь так занимается до 14 лет танцами. А потом уже больше нечем заняться. Понятно. А в Петербург какими судьбами? Ну, так как пока работы нету дома, вот решил попробовать, посмотреть, чем живет культурная столица. То есть здесь работу какую-то, да, предложили? Ну, да. По стоянке или время небольшое? Ну, там у меня уже намечается работа, так что... Поедешь обратно. Поеду обратно, конечно. С севера на север, да? С севера на север. У нас тоже север, не юг. Ясненько. Как тебе вообще город? Вот уже, наверное, прошелся, посмотрел достопримечательности. Да, есть с чем сравнить. Поэтому вот правильно говорили, что Питер культурная столица России. Она оправдывает свое название. Практически во всем. То есть с Москвой, ну, тут нечего даже сравнить. Вот Москва — это более деловой город, все бегом-бегом-бегом. Динамика совсем другая, не так, как здесь. Совсем нету. Ну, и народ, конечно, здесь поприветливее. Понятно. На космодроме-то часто приходится бывать в Плесяцке? Довольно часто, да. Довольно часто. На экскурсии не возили вас на пуски какие-нибудь там? Нет, нет, нет. Не пускают, да? Да, вроде бы как-то так. Не особо и хочется. Понятно. Понятно. Жить спокойнее. Вот ты тут коснулся вопрос, значит, когда вы выступали там на день военно-морского флота. Ну, Петербург, в общем-то, считается колыбелью нашего российского флота. Сейчас у нас идет, ну, довольно-таки серьезная борьба за крейсер «Аврору». Ослышан, наверное, что его вывели из состава военно-морского флота, значит, и передали в музейную организацию, оттуда экипаж, в общем-то, военный ликвидировали. Твое мнение, как человека, который не имеет отношения ни к военно-морскому флоту, ни, ну, так, к Петербургу, ты абсолютно посторонний, как говорится, человек, не в обиду. Ну, действительно, так оно и есть. Вот можешь высказать свое мнение? Я могу сказать, даже по всему флоту, обидно. Обидно просто за державу, обидно. Даже судя по тому, что вот как у меня в прошлый год ходила дочь на Седове, и даже по тем впечатлениям, когда она рассказывала, что вот мы приходим, допустим, в Германию, да? А у тебя, оказывается, дочь-то... А я тут говорю, что ты не имеешь отношения к флоту. Ну, как я... У тебя дочь на флоте. Понятно. Она говорит, совсем другое отношение. Там встречают все, и с оркестрами, только приходите. То есть, все-таки крейсер «Аврора» — это некий символ. Да, да. И воспринимать его будут за границей даже лучше, чем у нас. Отношение такое просто. Я просто сейчас опять вспомнил, то мы про стадион в Америке там говорили, а тут недавно, значит, такая новость, гордость, значит, гордая новость, тоже по телевизору где-то в каких-то новостях, значит, что Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти. Вот, то есть мы чуть ли не там... Ну, только Арабские Эмираты, наверное, не догнать нам еще. И вот, когда слушаешь такой разговор, что начинаешь... Обидно, действительно, как ты говоришь. Неужели на один единственный корабль во всей России наша богатейшая нефтяная держава не может найти копейки? Копейки. Копейки, чтобы вот его содержать в том виде, который нам в истории брала этот корабль. Когда она, в общем, прошлый год пошла в Германию, в Гамбург, мне же интересно было прочитать, что же там такое. Оказывается, для того, чтобы заходили туда крупные лайнеры, круизные в Германию, они расширили фарватер на 600 метров и углубили. Только для того, чтобы привлечь. И у них на время вот прихода Седова в Гамбург, ну, там собираются обычно по 300 парусников, приходят со всего мира. Все гостиницы там, 370 с лишним гостиниц, они все заняты заранее. То есть народу миллионами туда приезжают вот на эти празднования. Я не знаю, почему у нас этого не делают, хотя у нас достопримечательностей очень много. Что в Питере, что в Сибири, что на севере, везде богатые края. И что посмотреть... Согласен, Костя. К сожалению, вот так мы с тобой хорошо говорим обо всем. Время нашей программы истекает, уважаемые телезрители. Я еще раз хочу поблагодарить нашего гостя за то, что приехал. Нашел время прийти к нам на программу. У нас был в гостях Константин Круглов из поселка Северо-Онежска, Архангельской области. Ну, а мы с вами прощаемся, желаем всем счастья, здоровья. Константин, я думаю, присоединится к моим пожеланиям. Приезжайте к нам еще. Всего доброго. В эфире была программа «Честь имею».